Несмотря на то, что сейчас самый разгар учебного дня, в школе номер 3 в актовом зале невообразимый шум. Почему это так, нам расскажет президент школы Владимир Никулин. Здравствуйте. Сегодня у нас проходит деловая игра, ярмарка, в которой дети могут поучаствовать в роли предпринимателя. Большая часть ассортимента юных предпринимателей составляла кондитерские изделия. Пытаясь изобразить реальную жизнь, на ярмарке присутствовала полиция, налоговая инспекция и санитарный надзор. Рецепты у мамы брала, а выпекала сама. У полиции есть претензии какие-то к предпринимателю? У полиции нет претензий. Все соблюдено, все сделано. Свои сбережения они кладут в конверт, как и положено, и как им предлагалось положение. А вам взятку никто не предлагал? Хотели бы? Ну нет, я честная полиция. Санитарный врач, представьтесь, пожалуйста. Мельникова Анастасия, учащаяся 10 класса. У вас есть претензии к данной торговой точке? Нет, у меня нет претензий. Девочки все правильно выполняют. Они дают покупателям перчатками с помощью перчаток или с помощью салфеток. Выручка у предпринимателей была вполне реальная. 20% решено было отдать на восстановление городского летнего театра. 30% – фонд школы. И 50% – юные торговцы могли оставить себе. Хотя, видимо, не все, как и в реальной жизни, усвоили законы рынка. Дети, а вы знаете то, что 50% от всей стоимости отдаются вам? Нам это не сказали. Как это вам не сказали? А какой класс? 5-й класс. Александр Николаевна. Ну, интересно. Ваши комментарии? Ну, наверное, дети не услышали. У нас было собрание в актовом зале, я его проводил. И все классы приходили, вся школа, с 5-го по 11-й. И я им все это рассказываю. То есть вы им обещаете, что 50% им достанется? Конечно. Ну, вот так вот легко. Вот так вот легко и просто восстановить справедливость в отдельно взятой школе. Если бы так же просто можно было это сделать в нашей стране. Хочется поблагодарить родителей этих умных и честных детей за хорошее воспитание. И надеемся, они не растеряются, когда жизнь поставит перед ними настоящие вопросы. Если бы я стал президентом, да, конечно. Какой? Ну, четко следить, куда все деваются деньги, чтобы никаких не было взяток. Чтобы... Все хотят, чтобы не было взяток. И все говорят, что четко следят. А коррупция есть. Я даже как-то не задумывался над этим. Наверное, пора уже. Да нет, просто я никогда не планировал идти в политику. Там так же все подкуплено. И... Не знаю. Слышу голос из прекрасного далека Голос утренней в серебряной рассе Слышу голос и вонящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель Прекрасное далеко Не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко Жестоко, любовь От чистого истока Прекрасное далеко Прекрасное далеко Я начинаю путь Редактор субтитров А.Семкин